Роль неправительственных организаций очень высока в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции. Связано это с тем, что у нас до сих пор порядка половины всех новых случаев ВИЧ-инфекции связаны как раз с передачей ВИЧ в уязвимых группах населения. Это потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие секс с мужчинами и работницы коммерческого секса. И как раз программа среди этих уязвимых групп населения, очевидно, осуществляется в недостаточных объемах, что связано с ограниченными объемами финансирования в данной области. Этот законопроект, который мы сегодня обсуждали, как многие считают, он, собственно, еще ограничит возможность получения этих финансовых средств для работы в уязвимых группах населения. Поэтому вот такое живое обсуждение на сегодняшний день существовало. И также, конечно, был непонятен изначально ряд вопросов, почему именно ВИЧ-инфекция выбрана, почему не нужно согласовывать профилактические программы, например, по борьбе с употреблением наркотиков или с вирусными гепатитами, почему нужно согласовывать только программы именно по ВИЧ-инфекции, почему такие сроки короткие и подачи документов. И большинство специалистов, которые работают в области борьбы со СПИДом, они, конечно, предполагают, что это законопроект, который все-таки направлен на то, чтобы запретить ряд программ профилактических. То есть, наоборот, того малого количества программ, которые на сегодняшний день существуют. То есть, это как-то читается в подтексте этого законопроекта. Поэтому очень мы признательны Совету по президенте по правам человека, которые сделали экспертные заключения. С моей точки зрения, заключение это достаточно грамотно сделано. Мы считаем, что этот законопроект нужно отклонить. Продолжение следует...